всем привет друзья сегодня у нас суббота 11 декабря температура на острове white плюс 9 градусов немного потеплела та неделя была вообще холодная но вы знаете если говорить о том что снегопады уже и минус 15 в москве то конечно же плюс 9 это прекрасная температура для декабря сегодня у меня для вас еще одна тема друзья конечно же не о погоде вы знаете я только было собралась рассказать вам вот об этих чудесных старинных воротах недалеко от роксвелл деревни здесь у нас на острове очень долго добиралась хотела вам рассказать показать ну во первых вы знаете меня отвлекла другая тема которая наверное наиболее вам будет интересно и эта тема она созвучна моим двум предыдущим видео где я рассказывала вам о том как моя соседка джун продала свою квартиру так быстро и почему она вдруг собралась ее продавать очень много мне написали комментариев по этому поводу люди даже пишут некоторые что может быть какая-то информация новая открылась которую вы не знаете на данный момент ну и я хочу друзья сказать во первых хочу поблагодарить всех мне очень приятно что так много людей моих подписчиков и зрителей приняли живое участие в обсуждении этой темы в к и в том что подсказывают мне какие-то более удобные решения спасибо всем огромное за ваше неравнодушие ну и что я могу здесь сказать да на самом деле вы правы друзья и может быть даже не только с нашим домом здесь проблема а проблема глубже и я вам сейчас ее попробую осветить и и начну я просто неожиданно совершенно с другого вы знаете друзья но по моему только ленивый не обсуждал тему медицины и медицинского обслуживания в великобритании вы знаете наверное те кто интересуется жизнью в англии кто смотрит блогеров которые здесь проживают русскоязычных наверное тоже слышали что многие многие рассказывают о том какая ужасающая здесь медицина ну и я конечно же тоже посвятила этой медицинской теме несколько своих видео и вам рассказывала как мне лечили обычный конъюнктивит глазной в течение 6 месяцев не могли вылечить ну и вообще понимаете вот квалификация врачей она оставляет желать лучшего но как-то знаете не очень хочется эту тему опять поднимать вновь и вновь если англичане сами вроде как довольны то и ладно бы но тут я нашла bbc news в региональных новостях по острову white буквально неделю назад с огромной статьей выступил один из старших советников отдела социальной помощи совета на острове white его зовут карл лав ну и он сказал что остров white столкнулся с уникальными проблемами в медицине при найме квалифицированных медицинских работников он сказал что медицинский сектор острова white приблизился к самому краю и он объясняет почему это произошло он во первых обратил внимание что на острове white самый высокий процент жителей в возрасте старше 80 лет но и в связи с этим конечно же нужно больше медицинских работников которых на острове white практически нет и получается что все медицинские работники которые существуют на острове white которые здесь работают с высокой квалификации они в основном приезжают оттуда с материка и им нужно пересекать каждый день этот пролив солонт и он обратил внимание на то что очень низкие зарплаты на острове white которые ниже чем на материке существуют здесь совместимо с тем что нужно платить высокую цену за проезд никто не соглашается приезжать на остров и работать здесь ну и так же он говорит что нужно как можно больше рабочих мигрантов привлекать из других стран для того чтобы нашелся персонал для работы в домах престарелых то есть понимаете какая история что сами-то англичане не очень хотят работать ухаживать в домах престарелых за стариками а в основном там работают приезжие мы с вами это прекрасно знаем ну и получилось так что остров white вот такой вот обособленный рабочих мигрантов здесь практически нет и потеря обслуживающего персонала в домах престарелых приняла просто угрожающие формы я серьезно заявляю что нам может потребоваться личное военное вмешательство для острова white если мы не решим проблему мигрантов и повышение заработной платы ну и дальше там карл лав довольно много говорил он говорил и о брексите и о сокращении финансирования и вот о том что проблемы постоянные на острове white в связи с его удаленностью от материка понимаете это все конечно было на мои раньше понятно но когда уже вот так вот кричат караул вдруг что-то серьезное то это уже знаете как-то не радует не радует в том плане что медицина то и так не очень на высоком уровне даже во всей великобритании я это знаю по общению с другими теми женщинами которые живут там на материке у них такая же история что квалифицированных специалистов в медицине каких-то специальных врачей здесь нет кардиологов еще по моему два человека у нас на острове всего еще работают а вот эндокринологи я пыталась как-то найти но мне сказали что здесь их вообще и не бывало никогда в этой больнице у нас одна единственная больница на весь остров госпиталь так называемый сант мэрис нужных лекарств к примеру в аптеке тоже не найти и не купить как мы привыкли например мы можем пойти в любую аптеку и попросить любое лекарство и вам его продадут без рецепта здесь без рецепта вообще даже бесполезно куда потому что на каждую пилюлю нужен рецепт вам только парацетамол без рецепта продадут понимаете но и врачи они тоже они не знают какие прописывать таблетки я помню прекрасной свою историю когда у меня вот повышенное давление и я хотела посерьезнее сделать какой-то тест проверить свое сердце пришла к кардиологу он по даже не померил мне давление не сделали мне там даже кардиограмму и вы знаете поразительная история для меня он только с моих слов все записал мне в карточку когда я сказала что вот у меня бывает сердце побаливает и бывает давление подскакивает 170 на 100 он сказал что да это нормальное давление без проблем как это может быть такое мне вообще даже не верилось тогда и я помню когда я сказала что мне нужны таблетки я к вам пришла не просто так что действительно мне какие-то таблетки нужны мало ли у меня давление опять подскочит и он сказал а какие таблетки вам прописывали в вашей стране я ему назвала несколько наименований таблеток и он мне прописал эти же самые таблетки вот такие вот специалисты здесь но это только один вам пример я привела который связан непосредственно со мной я бы еще могла вам множество примеров привести от моих знакомых и от себя самой при столкновении здесь с медициной с английской что происходило но вы знаете я не хочу так далеко опять залезать в эту тему я просто рассказываю то что есть и несмотря на то что трудно в это понять и представить я много раз говорила что нужно все в сравнении познавать вот у нас например я приезжаю в россию опять же и я иду к своему любимому участковому терапевту и она мне с удовольствием назначает все обследования потом вот какие-то капельницы нужно уже поддерживающие вы же наверно знаете для чистки сосудов еще там что-то все это я делаю только в россии здесь ничего подобного они не знают и даже такой элементарной вещи как физио процедуры вы не поверите друзья опять но здесь этого нет тоже была у меня история это же если хотите можете послушать обычных физио процедур не бывает обычный лечебный массаж вообще не найти на нашем острове white даже платный вот эти платные услуги которых сколько угодно можно найти в россии я знаю например здесь этого даже за деньги не найдешь сталкиваться постоянно с этими проблемами понимаете друзья мне как то не хочется я вот еще тоже говорила что я собиралась уже уезжать с острова white у меня такие порывы случались и вот даже я квартиру в прошлом году пыталась продать все лето потратила на это но и сделка моя сорвалась не получилось у меня ничего я вроде как решила что пока ладно хорошо подожду ну и дальше видите опять судьба поворачивается на то что уже много причин мне указывают на то что пора мне отсюда как говорится так или иначе переезжать ну и вот это пожалуй самое главное потому что отсутствие медицины и если даже чиновник английский уже звонит во все колокола и пытается привлечь внимание к тому что на острове white уже просто катастрофа с персоналом медицинским ну и как говорится подтверждение я вижу постоянно этому поэтому что еще можно здесь ждать не дай бог что-то серьезное случится ну сами понимаете здесь просто опасно уже находиться вот я то еще думала переехать на материк потому что я считала что из-за работы здесь работу не найдешь это тоже еще одна проблема ну и получается друзья понимаете что даже если на одну чашу весов пас положить вот красоты острова white всю его уникальность и прекрасный климат то это все равно не может перевесить вот эти все проблемы которых здесь огромное количество ведь вот понимаете автомобиль здесь я не могла себе купить проблема потому что в основном только все на материке какую-то хорошую мебель невозможно купить вот эти же самые кухни в общем ну с постоянно наш любой шаг и вот она тебе проблема мало того что и так то трудно жить в чужой стране но еще и обособленность острова для меня например это меня уже достала по полной программе я говорю вполне серьезно при всей своей активности при всем своем позитиве друзья меня просто вы знаете иной раз руки опускаются от всего вот почему я не могу до сих пор закончить свой ремонт потому что надо ждать очередь по нескольку месяцев для того чтобы просто постелить вот этот ковролин на пол вот сейчас я купила себе новую газовую плиту газовая плита посмотрите индезит ну обычная плита вот купила до привезли мне ее не упаковки бросили посредине моей кухни вот она моя старая плита века ржавая вся уже у нее работает только две горелки из четырех существующих у нее не работает нормально уже вот эти вот духовки ну здесь гриля там обычная духовка они не работают но потому что этой плите наверное сто лет в обед я покупала когда свою квартиру уже эта плита здесь была я ее не стала менять потому что вы же помните я хотела поменять здесь вот эту вот поверхность менить поставить сверху варочную поверхность поставить духовку отдельно все мои мечты так и остались мечтами друзья потому что найти кого-либо в это все было сделано это просто шаг за шагом немыслимо сделать вот уже тоже тысячу раз повторяю и для для того чтобы мне сейчас просто-напросто отсоединить ту старую плиту и туда задвинуть новую ничего больше мне не надо мало того что это для меня услуга будет стоить 100 фунтов утилизацию старой плиты и вот этим газовым мастерам которые придут я же не могу ее сама отсоединить понимаете ну вот и что вот эти все вот эти все проблемы они меня просто достали понимаете нормальных специалистов невозможно найти как это все достало вы наверное понимаете я же говорю что у меня например просто руки опускаются говорить о новой кухне уже вообще я не буду я почему и купила эту новую плиту потому что это получается самый легкий вариант как бы заменить старую на новую и все и не морочить голову себе но получилось видите что и здесь опять проблема и когда я начинаю рассказывать своим близким друзьям которые живут у меня в россии вы знаете то не понимают меня не могут поверить что такое происходит в этой современной прославленной европе помните историю с моим полякам который делал мне ремонт ванной комнаты который морочил мне голову целый месяц я шла ему на уступки во всем когда он мне говорил что он будет ко мне приходить между своими какими-то другими работами в промежутках делать по чуть-чуть и деньги брал вперед я на все была согласна вот знаете мне даже кто-то там говорил да как вы так можете деньги отдавать вперед да это вообще безобразие но под понимаете друзья не понять людям что здесь настолько выпендриваются все эти работники которых находишь что ты просто заглядываешь в рот ему и боишься потерять и на самом деле когда он просто ушел исчез не доделав работу у меня получилась история что я и так и не смогла никого больше найти поэтому вот так вот ну поэтому вот так вот я помню опять же несколько лет назад моя сестра которая живет в россии она тоже решила себе свою квартиру отремонтировать так у нее было предложение там я не знаю к ней приходили наверное человек пять или шесть предлагали ей свои услуги и в конце концов она конечно же выбрала себе там очень хорошего недорогого мастера который ей все делал с удовольствием с ней вместе ездил покупал материалы и все от от души за какие-то небольшие деньги и отремонтировал но здесь такого просто нет и я вот опять так подробно и долго все вам рассказываю знаете потому что во первых меня потрясла вот эта статейка а потом пошло поехало подцепилась одно за другое рассказываю объясняю объясняю то в общем то не для того чтобы кого-то в чем-то убедить или переубедить просто рассказываю как есть понимаете и я прям даже уже себе слышу такие вопросы как в комментариях если вам тут так плохо то чего вы тут живете тогда и чего вы тогда не уезжаете к себе на родину но это вопрос такой основной который мне часто задают и я на него тоже много раз отвечала понимаете я бы уже наверное давно вернулась после того как муж мой умер англичанин мне здесь трудно стало одной жить ну и понимаете в общем то я бы переехала конечно поближе к семье а получается так что моя родина родина юг россии где я родилась сейчас там настолько изменился климат что очень жарко там с мая месяца и по конец сентября температура от 35 до 40 и выше градусов жары я такую температуру уже пережить вряд ли смогу мне очень сложно тем более если вы помните то я уехала из вас со своей родины в 22 года я уехала по распределению на север и прожила 28 лет в городе архангельске там уже климат совершенно другой я акклиматизировалась в более холодном климате жить и сейчас когда я туда езжаю и я попадаю на жару я понимаю что мне очень сложно поэтому говорить о возврате о переезде в то место где тебе некомфортно даже по климату ну я не могу пока другого места я для себя не нашла я рассматриваю варианты как говорится но пока еще не остановилась ни на каком из них я вы знаете одно время очень серьезно подумывала остаться в Таиланде и я там даже когда приезжала туда каждый год я там искала для себя хорошую какую-то студию для проживания там конечно тоже жарко но вы знаете там как то вот 30-32 градуса а иногда и 28 вот все три месяца когда я там была декабрь январь и февраль меня температура вполне устраивала ну и потом близость конечно же океана круглый год теплая вода в сиамском заливе и потом я не знаю мне почему-то там вот в Таиланде жара вот так вот не чувствовалось мне там было вполне комфортно ну и потом вот это вот обилие фруктов обилие морепродуктов это все то что я обожаю и там я как-то очень легко даже худела за эти три месяца элементарно и чувствовала себя намного лучше я конечно понимаю что летом в Таиланде бывает очень жарко поэтому я искала для себя вот такой вот вариант на зимовку полгода допустим жить здесь в Англии полгода жить в Таиланде и я хотела студию купить как-то обойтись какими-то малыми средствами но оказалось что желающих в Таиланде все больше и больше и в частности в Паттайи где я смотрела недвижимость для себя студия она в два раза выросла в цене за последних несколько лет ну и конечно же мне не хватило денег чтобы даже студию маленькую там купить а такой вариант чтобы продать квартиру здесь в Англии и переехать в Таиланд на совсем я конечно же не рассматривала нет это не вариант ну и потом очень далеко один перелет чего стоит 11 часов на самолете лететь это заставляет задуматься друзья кстати у меня есть плейлист называется Таиланд я туда ездила каждый год до ковида и у меня очень много видео есть и по поводу жилья там какие студии я рассматривала очень интересно и тот кондоминимум в котором я проживала лагуна Бэйуан просто если кому интересно можете зайти я вам ссылочку дам и посмотреть и еще интересно то что вот в Паттайе где я жила там конкретно место это называется русский квартал и там русскоговорящих очень много ну вот так друзья спасибо всем кто досмотрел почти до конца мою длинную сегодня историю для вас и как обычно в конце я показываю вам церковь вот эту очень красивую это церковь святой Милдреды она не такая старая она всего лишь в 1804 году была основана но она находится неподалеку от дворца Осборнхаус резиденции королевы Виктории и принца Альберта и принц Альберт принял в перестройке этой церкви здесь тоже об этом много написано ну и потом королева Виктория приходила часто сюда молиться и часовня этой церкви считается усыпальницей семьи королевы Виктории и многих ее родственников в часовне этой церкви похоронена принцесса Алиса третья дочь королевы Виктории которую мы знаем как мать императрицы Александры и Елизаветы Федоровны двух сестер посмотрите видео те кто не смотрел также вторая принцесса Беатрис последняя дочка также королевы Виктории и ее муж принц Генрих Ботенбергский очень много захоронений семьи Маунтбеттен известной также в Англии а для нас эта церковь интересна тем что здесь находятся очень много фотографий последнего русского царя Николая II и всей его семьи здесь если кто желает внутри я тоже была сейчас видео вам всплывет можете посмотреть первый раз в эту церковь меня привез Мартин он старался тогда еще помочь мне с моими видео и он привез именно поэтому меня сюда что здесь история целая памяти императорской семьи российской для него это было тоже интересно и это одно из немногих моих видео на которых я запечатлела вот Мартина дальше уже у меня такого больше не получалось и он вообще отказался мне помогать в моих съемках в моих видео ну ладно друзья это уже будет совсем другая история ну а я на этом с вами уже теперь окончательно прощаюсь друзья пожалуйста не забывайте ставить лайки не забывайте писать ваши комментарии не забывайте смотреть рекламу так же потому что только от рекламы на моем канале идет какая-никакая монетизация пожалуйста всего вам доброго берегите себя всем пока пока ну а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok